Виновный в смерти двух людей водитель ждет своего наказания, убийства участкового при исполнении, причины возгорания машины во дворе в Якутске и дети, спасенные в Момском районе. Это рубрика «Оперативная съемка». Меня зовут Юрий Осипов. Здравствуйте! Пьяный водитель – угроза для жизни, не только для своей, но и окружающих. Часто их жертвами становятся ни в чем неповинные люди. Это касается трагедии, которая произошла в августе этого года. Напомню, что в ночь на 22 августа оборвалась жизнь Василия и Кристины, виновник, пьяный лихач, выехавший навстречу. Выяснилось, что алкоголь в крови водителя Мерседеса превышен 8 раз. На месте ДТП он был задержан и заключен под стражу. С того трагического дня для семьи Федоровых прошло уже почти 3 месяца. Ну как можно какой-либо суммой оценить жизнь моего ребенка? Хотя некоторые пострадавшие, я их совершенно не понимаю, согласны получить откуп. Остальные участники аварии, в том числе и виновник, отделались ушибами. Сразу же было возбуждено уголовное дело. Сейчас уже известно, что подозреваемый признает свою вину. Да, действительно раскаивается, осознает. Был, говорит, в шоковом состоянии, поэтому сразу как бы этот, ну растерялся. На днях прошло судебное заседание, где решался вопрос об отправке виновника под домашний арест. Но суд не нашел веских причин, чтобы выпустить его и продлил меру пресечения еще на месяц. По предъявленным обвинениям подозреваемому грозит от 4 до 9 лет лишения свободы. Недавно во дворе одного из домов столицы сгорел автомобиль. Нет нужды объяснять, насколько опасно подобное возгорание. Это может быть следствием начала холодов, так как автолюбители начинают пользоваться дополнительными обогревающими приборами, что ведет к нагрузке автосетей. Прибыли пожарная служба, все потушили. Предположительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки в отсеке двигателя. И напоследок в Момском районе силами Колымского поисково-спасательного отряда спасена мать с двумя маленькими детьми. Летом дети 4 и 5 лет вместе с мамой выехали в оленеводческое стадо к отцу. В сентябре семья покинуть местность не смогла ввиду отсутствия вертолета. В конце прошлого месяца отец семейства выехал на оленях в ближайшее село за продуктами и информировал о сложном положении семьи. На помощь людям из Среднеколымска вылетел вертолет со спасателями. Спасение детей и их матери прошло благополучным. В настоящее время семья находится дома. Это была оперативная съемка. Пусть беды обойдут стороной. Будьте здоровы!